Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европки. Мы с вами продолжаем играть за Литву в моде Russian Universalis. Так, вспомните мне, что мы делали в прошлой серии. Помнится мне, мы повоевали с Торопцом. С Торопцом мы повоевали мега-коалицию, ну, в скобочках, коалицию русских мелких княжец. Мы забороли, поработали над Севером, над Ливонским Орденом. И у нас сейчас будет предстоять мега-задача на эту серию. Я надеюсь, что я в начале ее выполню, да, без проблем. А это принять институт. Принять институт какой конкретно? Вот это вот народное сознание. Здравствуйте. Кстати, скоро уже новое объявится, да, Ренессанс, 50-й год, 50-й. То есть, ну, всего ничего, да, тут 32 годика. Или подожди, нет, 22 даже годика осталось. Тьфу, мое почтение. Так, хочется сразу заметить, у нас тут 968, да. Ну, вот, у нас есть тут одна провинция, 77%. Значит, здесь распространение института. И он сам по себе в 31-м провинции примет его. Значит, он станет подешевле. Так что пока, пока. У нас есть запас очков, ничего страшного. Самое главное, мы по военке не отстаем. Ну, остальное, наверное, не важно, да. Вот, и что? Мы пока что это ничего не трогаем. А, я предлагаю вам пополнить армию. Я нашел такой момент, и как можно себе взять и продуктивно повоевать. Что мы видим? Мы видим Голицу. Привет, Голица. У нас на Голицу куча претензий, кстати, между прочим. На две области целые. Подляшки плюс... Плюс... Плюс Волынь. Вот она. Территории нужны, территории полезны. По коалиции не сильно приятно, потому что тут и красненькая есть, и тут и около 50 есть. Ну, это на юг, мы вроде как идем в православные страны, так что, возможно, мы не все возьмем, но все еще. Голиция мощная сама по себе, да? У них одиннадцатый тех. Мое почти, у нас двенадцатый. О, а двенадцатый тех, как мы помним, нам дал боевой дух, а это очень и очень хорошо. Поэтому Голиция. А у нас рекрутов нет. Подожди, можем это пофиксить на изи, да? Что нам дает профессионализм армии? Содноумение, огневая мощь, даже до процента не дошло. Содержание армии, видимо, дает плюс, да? Давайте я бы мог вот это вот снизить, да? На требования к рекрутам будет все повеселей. Военный советник, я тут что-то хотел, да? Но тут они такие, можно сказать, лоховские. Мы ничего тут брать не будем. Так, и самое интересное, Голиция. У них институт Х-100. Дисциплина неприятная. Религиозный наступательный огонь. За них не вступается Чернигов. Чернигов довольно жесткий. А у Чернигов в союзе Москва. Это очень и очень печально, потому что на Чернигов у нас тоже есть претензии, и они будут еще. А и Чернигов, по-моему, то ли он... Нет, нет, все-таки Голиция. Но все равно нам путь на Киев должен быть, да? Киев 100% в нашей сфере интересов. Так что вот так. И еще против Голиции, согласно Венгрии, выступить. Это прям бимба. Это прям бумба. Почему? Ну, благословенность десяточка. Потому что в Венгрии в наличии представительное количество войск. Ничего себе, да? Пушечки даже в наличии. Вот. И с двух сторон зажать Голицию и от тебя под территорией. Сербия, Молдавия. Ну, ни о чем, прямо скажем. Ни о чем. Тут Венгрии с ними может разобраться на изи. Так что практически считаем один на один с Голиции. Сейчас самое главное. Вот я сейчас сейв, да? Когда я сейчас только что загрузился. Если что, мы загрузимся, да? Но я бы сейчас хотел пока что вот так вот сделать разочек, да? Мы только один раз и можем. Хотя можно военку потратить, нанять себе одного этого. Сколько дается? Один процент. Да, мы можем прожать. В принципе, можем. Но, но, но. А, кстати, у нас три этих возможностей. Дип Ви, ан, Дип Ви Вес. Это все, это все упоминалось. Вот тихо, тихо, микрофон. Это вы забудьте. Сейчас у нас самая главная задача взять. Ладно, давайте все-таки советника возьмем себе. Ну, как советника командующего, разумеется. И? Какие у нас имбовые челиксы попадаются. Я просто. Игнатий как? Как как? За, за, за что? Забило. Понял. Огонь не особо важен 5. Подожди, да. Натиск 6. Скорость 3. Осада. Самое главное. Осада трешечка. Игнатий, живи долго и счастливо, пожалуйста. Помоги. Помоги нам в следующей войне. Это даже более имбово, чем наш командир. Правитель. Правитель. Ладно, короче, еще раз вот так вот прожимаем. Вот как раз посмотрим, что влияет на содержание. Содержание, видимо, да. Чем выше профессионализм, тем больше дебаф на содержание. Необычно. Хорошо. Теперь у нас еще одна тысяча будет. Это вот 19 тысяч. Галиция. Молдавия, Сербия, я думаю, можно не смотреть. Там максимум 5 тысяч будет, да. Галиция. Абвг. Галиция 20 тысяч, кстати, очень и очень много. Очень и очень много у них, да. Причем ни пушек нету, ни чок, у которых нету урона, да. Все так-то за делом. Хм, так что Галицию нужно, они в союзе еще с Черниговым. Их, вот это, их нужно ослаблять прям моментально сейчас. Ну и в ходе этой войны, я надеюсь, я заработаю себе денежек наконец-то. Кому война, а кому что? Мать родна, правильно? Вот, так что пока что мы по челям посидим. Сейв, если что, в наличии. Если там Чернигов захочет ступиться или что-то такое, мы загрузимся. Чернигов. Займы очень высокие, да. В принципе, он даже, он сейчас воюет, я так понимаю, да? Да, он сейчас воюет. У нас хорошие отношения, в принципе, и займы. Вот самое главное, что в Венгрии ни на кого не напало, войну не начало. Вот это самое главное. Ладно, давайте мы сейчас армию восполним и моментально просто влетим в Галицию. Потому что, ну, пора разбираться, как бы. Соперник наш не гласный, но очень-очень-очень давний. Подожди, а может гласный даже? Даже гласный, вот настолько. Все, 19 тысяч полностью, фулочка. Хорошо, тогда, тогда денежки плюс 7. И вообще-то побогаче перед вами. Поднимаем все крепости первого уровня, к сожалению, да? Да, ну и все, имеем плюсы. И вообще мы солидные люди так-то. Так-то, и с чего? Так, и за какие мы территории конкретно хотим воевать? Так, чисто ради интереса у нас. Привет. И еще два восстания. Может, мы все-таки хотим поднять? Вот Клецк, да? Клецкий сепарат. Кто-то мне подсказал то, что... Ну, я и так знал. И активно этим до этого пользовался. То, что можно поднять автономию. Господа, вот вместо того, чтобы подавлять восстание в Клецк, 8 тысяч. Можно просто один раз вот так вот прожать, да? Сколько тут будет еще сепаратисты? Где-то тут писалось, по-моему. Нетерпимость. Не вижу, да? Не вижу. Ладно, мы поднимем автономию. Беспорядки, как бы, пожалуйста. Автономия сама по себе будет падать. Но у нас не будет лишнего восстания. И вот конкретно... О, 90. Нет, с 90-го, вот так вот я даже не разберусь, да? Католические фанатики. Короче, если восстание в одной клеточке, да? В одной территории, можно, в принципе, так прожать. Да, денюжки, да, рекруты, да, реформы. Ну, это намного проще. Мы намного больше денег сэкономим, из чего? Вот даже не знаю, прям сейчас воевать или как. Давайте я сохранюсь на Литву. В принципе, мы сейчас готовы. Давайте сейчас подавим восстание, да? Просто они сейчас... Я в любом случае не успею добежать. Они сейчас займут, и сепаратизм еще на 10, сколько там лет, продолжится, да? А так в Клецке они, может, уже сепаратисты... Ну, да, на 10 лет. Где это хоть пишется? Покажите мне еще раз. Ну, блин, где-то это писалось. Ну, ладно. Вот еще восстание. Ну, супер, мы сейчас будем воевать, да? Я вам так-то сказал, война. Сейчас будет жестко такая. У-у-у, да-да. Главное, моментик не просерить. Понимаете, о чем я, да? Литовский партикулист... Ну, вот смотрите, сколько тут могут восстать сепаратикулистов, да? С этим я ничего не сделаю пока что. Партикулисты вообще 28 тысяч. Конец золотого века, кстати. Ха, привет. Боевой дух минус. У нас был 2,8, что ли, боевой дух? Сейчас, подскажите... Не 2,8, подожди, еще что-то не... Ага, не обновилось тут, видите, золотой век еще остался. 2,6. Подожди, качество армии в Голице. Я уже понял то, что у них есть дисциплина. Давайте в соперник, так даже проще. Боевой дух, непонятно. Подожди, у них реально такой боевой дух? Фу, нужно нападать. Дисциплина вообще 107. Пожалуйста. Реформа, упор на дисциплину. Можно мне реформу, пожалуйста? Приз, нет? Ладно, извините. Как они так реформу сделали? Может, это чисто такое... А, реформа огнестрельных войск. И так, ага, привет. Военные очки 900. 2,5 тысяч минус. Вестернизация будет проводиться. Я механик вестернизации не слышал с тех пор, когда вообще механику институтов нам тут сделали. Вестернизация. Дикий минус, она 10 лет. Нет, что-то золото, группа войск станет западной. И мятежники пока что, нам это не сильно интересно, но так-то вестернизация, группа войск, западная группа войск, это самая такая передовая, у нас она такая восточная, да? Блин, это значит то, что... А, нет, у них тоже восточная. Ладно, возможно, возможно. Они типа только в начале вестернизации, и поэтому у них все такое. Ладно, пока в начале, значит, судя по всему, у них беспорядки, я хочу в это верить. А еще хочу верить то, что литовские сепаратисты, партикулисты не восстанут, да? 28 тысяч, привет. Но они восстанут. Они обязательно восстанут. Итак, второй сейф делаю. Мы почти качественные идеи закрыли, что очень приятно к 100. Ах, Галиция. Какие территории я хотел? 13, капец, 7, 8, 7, 5, 11, 12, 5. Так, да, не сильно, ой, не слабо. Так, Беллосток, самая такая богатая принца. Давайте за нее. Венгрию сюда. Поехали, поехали, попробуем. У нас, тем более, сейф есть вообще ничего не боимся. Кстати, можно икону взять, не дисциплину, как вам такая идея, на всякий случай, нет? Правда? А, вот она, их армия. Ха, привет. А ты куда идешь? В Полоцк. У нас тут Белая Русь есть. А, кстати, есть. Можно тогда вот так вот прожать. Хотя они 100%. Они, у них высокий тех. Уровень крепости 2, мы тупо лоховскую крепость держим. Да, такую? Так что нам особо не надеяться ни на что. Мы можем какую-нибудь генеральчика себе забрать, нет? Нельзя, жалко. Ох, Венгрия, давай хелпуй, очень нужна помощь. Так, у Сербии, Сербии вся, видимо, крепости взята. Давайте мы Сербии замиримся. Кхе-кхе, Сербия. Такое дело, давай репарации, давай деньги все. Все, которые у тебя есть. Даже можно без репараций, ладно? Нет? Извините, если че? Извини, Сербия, если быканул. Так, деньги в наличии, все хорошо. Путь, хорошо. Забываем, что мы купим. Минус Сербия. Так, Венгрии, возвращай свою армию. Угу, Восстание, разумеется. Смена культуры, я даже не буду смотреть, что там поменялось, не поменялось. Так, четко уже можно идти бороться. Поехали, чисто по сражениям. Крепость у нас забрали, а мы парочку за место этого. Мы, в принципе, уже можем забереться и даже территории забрать. Дорого ли нам обойдется вот чисто одну эту, да? Кхм, простите. Я не понял, а че, коалиция почему такая? Мне страшно, посмотрите, если я все захочу забрать, то, на что у нас есть претензии. Привет! Класс! Дам-дам-дам. Да-дам-дам. Ну че, Венгрии, придется нам постараться, да? Я сейчас сейвлюсь на единичку, допустим, да? Потому что у нас все неплохо идет. Ладно, предлагаю все-таки икону взять нам на дисциплину. В принципе, они красные. Мы можем уже замириться. Молдавия, ты не хочешь мир? Хочет, хочет. Можно денежек забрать? 70, спасибо. Так, а ты идешь именно... А можешь подождать, пока они это заберут? Блин, а так-то неплохо у нас получается. В Венгрии очень хорошо помогает нам. Хм, хм, нормально. Да, боевой дух у нас очень сильно роляет. Очень-очень сильно. Тогда вообще не переживать, вообще не стоит. Ни на капельку. А я-то, блин. Опа, у нас тут армию вайпует. Я даже не вижу. Ха, прикинь. Ха, нормально. Причем, нифига себе, эти 3000 так сильно отбивались. Мое почтение. Так, Молдавия, давай себе денежек попросим. Вот конкретно побольше. 240, мое почтение. С Галицией ты разрываешь союз? А, че еще, че еще, че? А, ничего не надо особо больше, правильно? Че, может, с Валахи еще, да? Да и все, че из дешевого такое еще можно попросить? А, все, давай. Удачи, хорошего эти настроения. Деньги в наличии. Так, интересно, война, ход войны влияет на то, что она подольше там? Да, вроде нет, пока что не влияет, незаметно. Причем, что интересно, у Галиции тоже мега имбовый генерал. Но, правда, с пятеркой огня, с пятерочкой. Но боевой дух, простите, у них совсем не тот. В принципе, Галиция уже, да, может замириться. И нам все территории, кстати, отдать. За что мы получим сверх расширений. Ой, агрессивку 102. И это очень много. Так что, ну, наверное, первым делом я бы хотел взять территорию, за какую мы объявили войну, Белосток, да? Потому что, ну, мы же на нее объявили войну, она будет дешевая. По сравнению с тем, если бы мы там за какую-нибудь другую территорию воевали. И, наверное, киевские эти, торговые регионы. Это, наверное, первое, что я бы хотел взять. Это поэтому как-то вот так вот будет выглядеть. Агрессивочка, коалиция. Даже тут коалиция есть, ну как? Ну и, а как воевать? А как? А как? Ах, так, может как-то... Ну ладно, все только хуже. Деньги есть в Галиции? Очень много денег есть. О, мое почтение. Ну и, разумеется, разрыв правопрохода. А Чернигов не вступился, поэтому союз разорвался. Очень хорошо. Так, Сербии нужно было... У Сербии нужно было именно союз разорвать. Ладно, мы пока что... Че, повоюем еще, да? Хотим? Не знаю. Поэтому я сейчас сохранюсь на единичку, потому что у нас все великолепно идет. Просто сказочно. Не, ну, с крепостями нужно обязательно что-то делать, потому что, да. Потому что сейчас уже так не воюют. С укреплениями земляными, видимо. О, еще восстание, супер. Ладно, че, Галицию мурыжить, в принципе. Я так думаю. Что у нас будет, 87? Ой, 84, что у нас будет, 99% особо ничего не поменяется. Так, коалиция меня крайне беспокоит. Давайте мы подождем... Давайте промотаем декабрь и дождемся следующего года декабря. Я так думаю, будет получше, да? Потому что сколько две страны у нас из коалиции отпадут гарантированно? Нет, три, три, три. Нет, четыре даже страны. Четыре страны выпадут, у нас будет коалиция из трех стран, по идее, да? Так что ждем пару лет. Пару лет и нормально себя чувствуем. Венгер, вот бы ты еще сходил, посражался с сухопутным сражением. Вот крепость бы суда, как было бы хорошо. Вот этого всего не было бы, вот этого. Минус трех монеток бы не было. И так, в целом 95%, но куда еще? А, подожди, я ожидал месяц, подожди, я ожидал два года. Июль. Блин, может все один год подождать, что-то неохота. В принципе... А, наверное, я все-таки прождал, да? И сейчас типа начало... Все, молчу, тихо. Волна инноваций. С какого она года, простите, минус 5% ко всем? А, так мы успеем эту принять, хорошо. Главное, что-то они очень лихо осаждают эту провинцию, и нам не помогают особо в Венгрии. А, ну, не рядом даже трется. Ноябрь, в принципе, и декабрь близко. Я думаю, они за один месяц не успеют вступить в коалицию, я надеюсь. Еще больше сверх этого нам брать не рекомендовано, потому что... Вот даже вот этого можно бояться, по идее, да? По идее, по идее, чисто по идее. Репарации Галиция. С Черниговым ничего нету. Тут союзик. А вот это можно даже отозвать. Фу, блин, ну мы можем тут раздеть их, и все. Раздеть, избить, и сведули. Ну и круто. Вот, боюсь то, что с Черниговым правопроходой оставляю. Это плохая идея, так я думаю, да? Ну ладно, хрен с ним. Как-то нужно по-интересному, по-умному сделать. Может, Сербии или... Ай, Сатана, как сложно. А, ладно, без отказа от претензий нашей территории, короче. Живи с ними, мы тебе мешать не будем. Только так будем покусывать, оторвать территорию, зубами отгрызать. Да и все, да и все. Пэтч, пэтч. Красиво, красиво. Подожди. Литва получит всего лишь 481 дукат. Я надеялся на все. Хи-хи-хи. Ну ладно. Имеем теперь такие границы. Не самые симпатичные. Да, да, да. Как отношения с Черниговым? Великолепные. Это ужасно. Ха-ха-ха-ха. Ай, блин, еще один союз. Это было бы очень плохо. Так, ну что, мы пока что можем институт внедрить? А у нас конкретно на всех эти... Нет, ты еще... Подожди, нет. Он тут принят. Он принялся тут. Но институт все равно дороже, чем был. Какая разница? Давайте внедрим, переплатим миллиард. Тупо, да. Ну да, да. Сразу тихи полетели у нас. Причем, нифига себе. Сразу вот парочка здесь. Огонь. Зачем их прокачал, хотя мог новаторские идеи? Не знаю. Так, и чисто ради... А, мы можем еще вот тут вот выплатить займ. Очень, очень... Да-да-да, очень приятно вот так вот сделать, да? Так, и чисто ради интереса. Насколько мы крутые по технологиям среди мира всего? Пэтч. На уровне Западной Европы. Литва это светоч технологического развития. Вообще в этом скромном болоте, которого мы называем, не знаю, Прибалтика, Русь, там, что это? Мы даже национализацию не провели. Зачем нам это? У нас есть технологии. Блин. Извините. Мы даже пока можем, знаете, как вот так вот претензии по... Или уже не можем? Нет, слишком дорого. Просто я думал, претензии и дорожечку чисто до Киева довести, ну. Как там язык до Киева доведет? Да, но никак не претензии. Тут как бы про язык сказано. Тут не поспоришь. Конец темных времен. Так, Средневековье подходит к концу. Отпадает старые феодальные нормы. Мир встречает новую эпоху. Эпоху открытий и возрождения. Государственное управление становится более эффективным. Нафига я прочитал? Давненько не читал события. Ой-ой-ой, это прямо редко. А мне писали про то, что оно пропадет в Ренессансе. А Ренессанса нет. Приятно. Приятно. Может национализация подешевле станет? Не заметил. Но вроде подешевле. Средняя организация. Кого? Боже мой. Я надеялся, мы отвязались от этого. Так, что это? Средняя организация 1. То есть вот эти всякие организации у нас будут до конца игры, да? С институтами. Спасибо за контроль, разработчики. Хотя, ладно, пускай так. Мы тут как бы не хозяева. Что нам тут брагозить, правильно? Я пока вот это окошечко подержу здесь, чтобы вы его видели. Агрессивка плюс 20. Суд, да. Кстати, нужно было бы... А ладно, у нас не так много авторитета патриарха, потому что агрессивка минус 10 тоже очень приятно. Как воевать с плюс 20 агрессивкой, я не понимаю. Может, лимитики у нас в наличии какие-то? Не в наличии. Восстания сейчас потихонечку набирают силу. Так, подожди, по моей старой схеме. А что это такое? Это сколько провинций, да? Вот смотри, Менский сепаратист, одна провинция. Замечаем единичку. Замечаем единичку. И делаем вот так. Красиво. Теперь у нас автономия 50. И я не вижу, когда все это пропадет. Ну и ладно. Вот тут две, кстати, полоцкие сепаратисты. Но они не скоро восстанут. Или если вообще восстанут, да? Какие-то еще сепаратисты. Это и плевать. Все, применились средние века. Применились. А так-то у нас денюжки в плюс. Я даже вот так вот сделаю. Денюжки в хорошем плюсе. Вот сидим, чилим, отдыхаем. Можно последний займ наконец-то выплатить, да? Что это такое? Чудеса жизни. Военная усталость меньше. Прекрасно. Кстати, может нам эти всякие подмогу сделают. Могут. Но лояльность, простите. Как-то мелковата. Давайте, может пожертвование. Блин, не хочется тратить денежки. Давайте вот так вот 100% будем делать. Если пожертвование это плюс 15. То есть дело плохо, да? Но очки нужны. Давайте, давайте прожмем. Давайте вот так вот прожмем. И в принципе... А, так меньше. Фу, так фу. Я вообще даже мог не думать. Так, тут у вас что-то можно как-то двумя кнопками сделать лояльность, нет? Нельзя. Видите, как-то все иначе. Тут советик и все. И снова будет все очень плохо. Причем не на 30, а на 20... Подожди, не на 30, а 25 у нас будет, да? Военные очки нам пока не особо не нужны. Правильно, правильно. Не будем себя утруждать всякими гадостями. Ну, горожане у нас отдельно с обняком. То есть 40 через 8 лет. Дипломаты на разъяренные страны. Сидим, кайфуем, че. Ну да, ну да. Так, и мы закрываем качественные идеи. Неужели? Иди сюда. Пуч. Так. Доходы налогов получаем, кстати. Мощь артиллерии. Что для нас сейчас вообще не важно. Тихо. Микрофон, не дрожи. Я задеваю его рукой. Сори. Дисциплина плюс. И... Иди-ка ты. На дисциплину плюс. Итого вместе с иконой. Икон у нас пропало, да? Нет, осталось 115. Ох, тупо емба. Пруссия, а ты? Пруссия, не могу узнать. Да, я. Да, да, я. Да, да, я. Супер. Осталось нам дождаться... Че, пушки? На 14 уровне они начнут наносить урон, да? Это, в принципе, не очень-то и далеко. Поэтому вот так. О, я хотел, кстати, проэкспериментировать с Балтикой. А до этого нам Тевтон тут добить нужно. Тевтона. А Тевтон тут союз с Ливонским Орденом. Всего-навсего. Релли, да? Давай делать шпионскую сеть. Правда, у нас с коалицией, вы помните, какая неприятная. Нам бы сидеть почирить. Ну, за одну провинцию. Кстати, она развитием 19. За одну провинцию у нас могут нахлобучить к 100. Вполне себе. Ладно, Данцик. Данцик. Это торговля. Торговля это мега-деньги. А мега-деньги это приятно. Это про нас. Так что, да, нужно. Нужно из Киева, в Балтику. Из Балтики уже собирать. Там флот наконец-то сделаем. Да, что мы чилим без флота уже всю игру? Сколько уже серии, мы ни единого кораблика себе не имеем. Только в начале их продали. Вот так что Тевтон нам жизненно необходим. Никто с этим, я надеюсь, не поспорит. Ну, как мне кажется. У нас еще мега-доходы, как оказалось сейчас в наличии. Это великолепно. Я еще бы, знаете, что сделал? Эдикты бы подключал. У нас бы еще вот 16-48, да, запомнили. Так, вот эти штучки я сейчас отключу. Так, чисто скромненько. У нас перекрещивание идет где-то здесь? Да, здесь идет перекрещивание. Здесь я не буду отключать. Но уже видно, 18. То есть 2 монетки плюс сюда. На изи. Ну, чуть меньше двух монеток. Для нас это много. Для нас это, прямо скажу, много. И как бы минус здесь эдикт. И минус миссионер. Ну, а мы богачи, получается. Мы моментальные богачи. Тупо миллиардеры. Так, еще минус сейчас займ будет. Капец, как хорошо, что много денег. Ууу, я наконец-то. Ну, наконец-то, да. Пожалуйста, делаем нового себе. Вот это можно убрать. К уроне у нас фулл православное. Так, и что, Менск наконец-то мы переходим? Нет, Клецк, Клецк, Клецк. А ты Припять, да? Ты единственный такой. Ну, ладно. Припять у нас будет тоже фулл православное. Так, хорошо. Сейчас дворяне восстанут. Уууу, класс. Так, 228 денег. Нужно скорее потратить их. Хорошо, выплатили. Ну и все. Ну и все, почти 20 монет. С учетом Эдикта и Миссионера. А, у нас же могут быть советники. Точно-точно. А нам они и нужны. Так, советники. Товарищи. Товарищи. Компионская сеть. Цена создания претензий. О, агрессивка минус 5. То, что нужно сюда. Сюда. Плюс. Ну, на 5 монет. А, Москва. Ты не хочешь? Кто хочет наш институт? Сейчас на Изи продадим. Просто на Изичах. Распространение знаний. Ингрия, Киев, Рязань, Ярославль. Ну, блин. Как-то даже не знаю. Ладно, давай потихонечку выберем. 0,14. 0,12. 0,20. Рязань прям вообще богатая дофига. Ярославль. 0,17. Рязань. Добро пожаловать. Кстати, нам предлагают сделать владение. Я, кстати, с огромной радостью. Только вот новаторские. Ладно, у нас 5 из 5 можно сделать. Западная Ливония. Ты где? Вот она. Сколько это будет стоить? Ай, страшно. Ай, сатана. Давайте. 178. Мое почтение. Всем привет. Так, может все-таки лимитик. Давайте еще один месяц пропустим. Я даже смотреть не буду пока что. Так, и... Нет. Ай, а я надеялся, да? Ай, дурачок. У шляхтичей лояльность. Супер, шляхтичей. Такой вопрос. Не хотите ли вы отдать нам немножечко того-этого? В принципе, опять будет... Тут 15. То есть от этого минус 5, да? Ну, тоже меньше 40. Но не так страшно. Давайте влияние. Вот так. 75 нету еще. Поэтому я сейчас... Мегистра допустим. Ну и помощь. Ждем 2%. Это и все. Не так уж и долго это будет. Кстати, интересно, что Брэнденбург останавливает захватить Тевтона? Неужели он им не нужен? По претензиям не нужен? Ну, блин. Удивительно. Так, советников я выбирал. О, восстание, старые добрые советники. Налоги беспорядок. В принципе, плюс 2 иметь, да? Ну, кстати, нифига близко разминулись. Плюс 2 иметь к... Ну, тут за пятерочку. Ладно, давайте вот так вот сделаем, да? И вот так вот. 14, да, с запасиком. С запасиком можно себе второго уровня советника взять, да? Правильно понимаю? Да, можно. Только беспорядки или налоги? Налоги основной доход. Давайте, давайте. Беспорядки хоть и тоже хорошо. Или все-таки беспорядки? А я не знаю, выбор такой приятный. Давайте беспорядки, давайте. Нет, 43, блин, одинаковые эти и Родина одинаковая. Да вы что? Тогда беспорядки, ладно, все-таки. Вот еще один очень приятный челикс нарандомился с первой попытки за одну монетку в месяц. Мое почтение всем. Привет. Так, 120. Пруссия, еще раз спрашиваю. Ответь, пожалуйста. Ты чине? Я обознался опять. Да, я, да, да, я Пруссия, да. Так, Тевтон, давай мы тебе все-таки тоже докажем, что мы на самом деле настоящая Пруссия. Ты не зазнавайся. Пруссия, пруссаки так-то это, по идее, балтийское племя, а мы как самый ярчайший и чуть ли не единственный представитель балтийских народов мощных, да, в мире. Понимаем, о чем говорим, да. Смена культуры в провинции. Ладно, тут я уже посмотрю. В мире ничего не поменялось, ну и как бы ладно. Восстание 80. Прусские, кстати, сепаратисты. Здравствуйте. Старое доброе восстание. Ну, это мы уже привычны к этому, да. Так, старое доброе сейв, если я имею возможность... Ну, я вынужден так говорить каждую серию, да. Если я имею возможность сейвиться ежесекундно, я буду это делать. Так, Тевтоны, Ливонцы, 3000. О чем речь? О чем речь? Так что вот так вот прожимаю. Данцик. Извини, Тевтон. Не вы такие, жизнь такая. О, кстати, даже можно вот так вот пройти, ничего себе. Все, фул. Теперь мы по технологиям не отстаем. Слава богу. А, кстати, блин, ну, а у них есть союзники? А, да, Дания есть, да? Интересно, она бы вступилась, потому что я бы мог как совоющую сторону забрать... Хотя у нас коалиции, какие еще совоющие стороны, вы о чем? Мне бы хоть вот так конкретно провинцию, за что мы воюем, Данцик бы забрать. Просто вот тут у нас есть претензии на эти территории по заданиям, да, мы помним. Или нет, нет даже, фу, тогда не жалеем ни о чем. Опа, минус, видимо, да, правитель. Очень жалко, очень жалко. Внезапное заболевание стало причиной смерти. Вот так-то, вот так-то. Ну, Казимир Первый, 5, 5, 6. Имбовый, значит, правитель практически, да, легитимность низкая. Или низкая, ничего не скажу. Но, тем не менее, объявить себя великими. Что? Кого? Мы можем объявить король великим. Так, можно Казимира объявить великим. За сотку. Дип очки минус. Получит модификатор великий правитель, пока не умрет. Чего? Тимер Юсупов. Кто такой Тимер Юсупов? Какой-то баг, возможно. За соточку, конечно, мало. Кто такой Тимер Юсупов? Простите. Возможно, Казимир. Это не Тимер, простите. Престиж плюс 1 будем получать. Кстати, заметьте, в Москве династия Голицынов неких появилась, да? Кстати, что по династиям вопрос такой? Романович. Рюриковичи кое-где остались. Нижегородский. Плантагенет. Это же вроде... Это английская вообще династия? По-моему, французская, нет? Водемон какая-то. Возможно, я ошибаюсь, но Ноу Неймос династия, да? Голицын, конечно, везде и всюду правят, тем более. Ну, учитывая Чернигов, да? Вот я не знаю, прожимать это за сотку. Что это такое? А подожди, Лог Бя Чанди. Что? Кого? Какой Лог Бя Чанди? Ладно, это, видимо, как-то баг. Давайте я засейвлюсь. Ну-ка, прожал. И чё? Великий правитель. Престиж плюс 1. После смерти правителя. А какие там имена почему были рандомные? Понять невозможно. Ну ладно, Казимир, поздравляем тебя. Ты великий, ты великий. Надеюсь, дети у тебя будут такими же великими. Ха-ха-ха. Минус мы. Фу, блин. А я не знал то, что они могут на оккупированной провинции заспавнить себе наемников. Кого? Или, а кто это? Три тысячи. Почему они моментально появились? Может, какая-то уникальная механика? Не уверен. Блин, у нас такая долгая сада была. Коррупция плюс. О, стабильность плюс 1. Инфляция, процент новых займов. У нас, в принципе, инфляция, да, в наличии? Давайте тогда... Вот это денюжки. Хм-хм-хм. Мое почтение. Очень приятно. Очень приятно. У нас дикие минуса почему-то. Фу-фу-фу. Советники, да? Они, видимо, что-то... А что такое дорогое? Непонятно. Куча. Куча восстаний, что меня не радует ни капельки. Но я хочу уже наконец-то добить... Добить Тевтона, хотя бы одну провинцию забрать и уже забыть о нем вообще навсегда. Но у нас тут мега сейчас две провинции заберут. Огонь. Две крепости конкретно. Вот что это? Вот почему ты идешь сюда? Ну для чего? Ай, сатана. Ладно, он меня не убил. Это хорошо. А, кстати, вот это, что одна тысяча стояла, это, может быть, была... Был гарнизон? Хотя три тысячи. И почему он остался на поле боя? Ладно, понять невозможно. Минус две крепости по стариночке, да? Итак, Тевтоны. Тевтоны, Тевтоны. Ай, так, одну можно забрать. С трудом, со скрипом, с болью. Две уже нет. Ну ладно, я только за Данцик хотел, в принципе, воевать. Данцик или война. Старое доброе выражение. Так, Швеция. В принципе, давайте, в март, декабрь можно на изи дождаться. Правда, вот это неприятно, да? То, что у нас прибрежные территории. Так они не грабятся. Подожди, они обычно грабятся. Может, это только в новой механике добавили? Не знаю. Что ж такое-то? Еще сейчас Ятвижские сепаратисты. Подожди, Ятвижских можно заивейдить. Так, кстати, нифига, у вас флаг какой-то, тупо, это какой-то орден. И Волынь еще в наличии. Подожди, по территориям. Ятвижские сепаратисты. Это одна провинция. Что это за провинция? Подляшья. Подляшья. 14. Не сможем, тут десяточка только снимает. Волынский... Волынь. Я, кстати, вообще Волынь не вижу. Ты где Волынь? Волынь. А поисковичок тут работает, простите? Не, не работает. А где Волынь, простите? А вот она, Волынь, привет. 16. Ну, я понял, ничего нам не поможет. Ну, короче, не будем ждать. А, мне. Все-таки будем ждать. Это я тупо юморист. Ох, реформа. Давайте отличаемся на реформу. Приоритеты в арбии. Упорно-дисциплину на численность. Что я выберу? Человек. Подожди, а это что такое? Это 7,5%. А, кстати, вот что за баф был у них. Так вот, 7,5% рекордов. У нас, как бы, и так дисциплина высокая, да? И я усилию ее еще разок. Вот это мув. Вы не ожидали, да? Вы думали, я сейчас рекрутов выберу? Да, конечно. Та, да, да. Рекруты. Хотя, в целом, рекруты, это далеко неплохо. Стоимость теха минус 10. Ух, красиво. О, лимитик 20. А у нас лимитик фронта тоже 20, да? О, тут по всем фронтам будем воевать. Красиво. Так, теперь ты, дружище. Давно мы тем мурыжим, да? Уже долго. Так, уже только 3 в коалиции. Тут чудовищно. Тут я даже смотреть не буду. Денюжки плюс, репарации плюс. Вот, вассал как-то это страшно, не? Чи не? Нет, ладно, даже пытаться не будем даже, да? Вы помните, что такое вассал здесь. Давайте смену религии. Тевтонский орден. Орден назначится крестоносцев, но православных уже. Взрыв мозга здесь прямо сейчас происходит, прикиньте. Литовцы заставили нас перекреститься в православие, а мы католический орден. Что нам делать? Думают тефтоны, а я им даже помочь ничем не могу. Ну что, все, Данцик наш. Данцик наш. Тут переходик есть в наличии, если что. Если что. Так, это можно все сделать. И того. Все торговые точки, окромя Готланда, который шведский, да? Мы имеем в наличии у себя Швеция. Кстати, нифига себе, из себя очень смешную вещицу представляет. У Дании, так, я так понимаю, и нету никакой Кальмарской унии, да? Ну хорошо, да. Вот они православные, герцогство теперь. Не военно-монашеский орден, а герцогство. Понимаю, принимаю. Кстати, у них автоматически территория перекрестилась. Меньше будут перекрещивать нам. А, кстати, вам хорошее есть предложение. Все-таки взять и построить нормальные здания. Я вообще на них забил абсолютно. Давайте этим займемся. В торговлю вложимся. Наконец-то. Так, задания какие-то у нас на постройку наверняка есть, да? Вот старые города Литвы. Рынки. Подожди, я же поставил там рынки. В смысле? Кого? Тут же есть рынок. А, подожди. Видимо, подожди, не понял. Тракай. Какой-то другой существует рынок? Я что-то не понимаю. Нет, вроде... Ну, рынок он и есть рынок. Он тут один. О чем речь? Почему тут галочка, а не гриф, тракай, рынок? Что? Ой, страшно жить. Очень страшно жить. Так, литовские деревни. Плотницкая и таверна. Я помню, что это чисто на флотик вещи, поэтому я этим не занимался. Ну, и не буду начинать. По крайней мере, пока что. Я бы пока что хотел перенести вот торговые региончики и пораскачивать, да? Это Восточная Пруссия. Это наша территория. Подожди. И западную Пруссию территорию нужно сделать обязательно. Это и так наша территория. Ну, великолепно. Великолепно. Получим некое... А тут уже у нас торговое влияние 21, да? Не имея ни торговца здесь, ничего. Хорошо. Так, оно вот так вот напрямки идет. Я уже думал, что как-то я ошибся что-то. Да нет, все правильно. Ну, огонь тогда. А, кстати, можно себе и вот тут пораскачивать торговлю, потому что, ну, не с Кива, чтобы переводить, а чисто, чтобы с Новгорода, да? С Новгорода можно тоже в Балтику. Мое почтение. Москва, правда, мы Москву забросим на какое-то время. Ну, это на время, правильно? Смена культуры. Давайте сейчас чекнем. О, поменялось. Кёнигсберг перекрестился. Мое почтение, снимай шляпу. Кстати, в этом году уже можно у горожан трясти с них что-то восстание. Крестьяне. Кого? Я даже не проглядел как раз это, да? Крестьяне, идите сюда. Так, горожане. Метрополии. Метрополии. Че еще? Адмиралтейство, министерство, может, давайте. Так, уже есть, хорошо. Нет, это потребует денег, чуть не прожал, прикиньте. Дип очки, пэтч. Ну и красиво. Все, сделали, теперь остались админ тех добить. Группа идей новых. Зачем мне группа идей? Я не успеваю доделать все остальное. А количественные идеи получим. Наверняка я их выберу, да? Будет кайфово. Так, торговля плюс. Опа, дом семьи Плятер. А, дружба. Так, о боже мой, вот это имя. Свидригайла. Звучит, конечно, что-то смешное. 532. Не имбовый наш этот 556. Не великий Казимир, да? Ну, качнуйте военку. И, судя по всему, наша статистика говорит то, что она будет 4 по итогу, да? Притратить денег. Итого 534. Ну, звучит классно на самом деле, да? То есть 12 вместе будет. Свидригайла. Опять слабые, кстати, претензии почему-то. Может потому, что у нас правители? Низкая легитимность. Ну ладно. Сейчас еще два восстания будет неприятных. Что вообще не хочется. Ну, у нас симулятор восстания. Правильно, правильно. А что же мы еще играем, как не в симулятор восстания? Рыли. О, вот они идут. Причем, знаете, что заметьте? Сейчас, секундочку. Вот битва сейчас начнется. Так как это восставшие в нашей территории, они примерно копируют наше развитие армии. То есть у нас восставшие с 122 дисциплиной. То есть если какое-нибудь восстание в Волыне тут у вас произойдет, да? И восставшие перейдут к Галиции, то, не знаю, Галиция вообще поборет их? Хе-хе, в честном бою-то. Ну ладно, это такие. Такие рофлы. Так, а сколько стоит перенести торговую столицу? Интересно вообще город, как конкретно, что я нажимаю. Эээ, 199, кстати, довольно мало. Довольно мало это стоит. Сейчас тогда у нас есть возможность сейв-загрузки. Ну это просто сказочная возможность, что вообще весь геймплей переворачивает. Так, Витебск еще восстанет обязательно. Волна инноваций еще одна. Приятно. Правда у нас технологии как бы хорошо идут. Не как бы сильно. Ну не сильно актуально, но приятно все равно, да. Все знания мы все, кому могли, распространили. Счастливчики нам только давным-давно. Краков, по-моему, что-то распространял, да? Спасибо Кракову. Сейчас его даже на карте нету, да? Летят, меняются. А Литва все мощнее и мощнее. На карте она все больше и больше. Она не пропадает, по крайней мере. Кстати, у нас совсем скоро 500 будет развития. Фу, а 500 развития, вы знаете, что в этом моде значит? То, что мы будем не региональным лидером, а национальным лидером. Интересно, для того, чтобы стать лидером именно, ну, национальной, значит, нации. Чтобы быть лидером литовцев, неужели нужно иметь 500 развития, простите? Ну ладно. Еще восстание, но теперь правитель всего мира. Новая группа идей количественные, правильно? Я же не хочу ничего, типа, ну, по типу шпионских, там, дипку, возможно. Кстати, дипка, хороший вариант. Военная стоимость провинции снижается, торговля очень хорошая, блин. Или все-таки количественные, да? Ладно, я с самого начала хотел количественные. У нас, в случае чего, скоро 16 тех. Ну, в принципе, не то, чтобы совсем. Ну да, скоро относительно. Количественные суда. Так, у нас очень много военных очков лишних, что меня радует, конечно. Рекурты плюс, восстановление рекуртов плюс, ну и дальше как получится. У нас, кстати, есть идея на минус на беспорядке, что меня очень радует к 100, если так, между делом. А, ну так, наверное, вот я думаю, неужели уже можно заканчивать со всей ответственностью? Мы теряем статус великой державы. Кого? Почему ты умираешь? Регентом. Кого? Почему так часто правители умирают? У нас, блин, такой классный правитель был. А я его еще не успел. Подожди, у нас регент 044. Великий правитель взял и погиб. Почему он умер? Почему? Что случилось? Он не во главе армии был. Все было нормально. Неужели разрабы считают нормальным? Ну, типа, что люди там в 30-40 умирают? Ну, блин. Правители государств, у которых было все самое наилучшее, что есть просто в мире? Ну, типа, я думаю, так не умирали. А жили и не тужили. Ставь, есть что? Асвидригала будет вторым? Не первым. Есть что? Есть что? Имя в целом не новое. Ну, я так думаю, да. Можно, в принципе, или, может, торговлю что-то, можешь пошаманить с ней, да? Или в следующей все-таки серии. Ну, давайте в следующей все-таки серии, да, сделаем. Западную Пруссию. У нас есть свободные очочки? Кстати, нет. У нас новаторские. Ладно, тогда вот так вот в любом случае сделаем. Эдж, красиво. И сюда 200 очков нужно потратить. Данцик. И Кёнигсберг мы поставим. Сюда, знаете, что, горожан. И в Данцик горожан мы поставим. По красоте. Уже торговое влияние, нифига себе. Простите, 41. Мощно. Так, я еще и улучшу, и вообще огонь будет. Ладно, сейчас сепаратисты восстанут в любом случае. Давайте на этом заканчивать. В следующей серии мы просто обязаны, обязаны разобраться с торговлей и, наконец-то, переправлять ее из Киева в Южную Балтику. Правильно? Правильно. Но в целом, господа, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так.